Я вам уже рассказывал про эту книгу «Быть эгоистом». Эта книга написана достаточно давно, но лично я считаю ее своеобразным приквелом к «Разной таблетке», которая, я думаю, вам уже полюбилась. В этой книге я рассказываю о том, что такое действительно быть человеком, который способен заботиться о своей жизни и заботиться о жизни окружающих. Эгоизм – это же хитрая очень штука. И здесь я рассказываю четыре главных правила эгоизма – здорового, нормального. И первое правило звучит – правило достатка. Бери то, что можешь взять. Обычно мы с вами думаем, что если бы у нас что-то было, деньги, успех, отношения какие-то и так далее, то все было бы замечательно. Но на самом деле это дико неконструктивный подход. Если вы рассчитываете на то, что у вас нет, чего у вас нет, вы не можете действовать. Вы можете действовать, только опираясь на то, что у вас есть. И поэтому важно принять сначала то, что вы имеете, и только после этого выстраивать жизненную стратегию. Это секрет эгоизма. Одно из упражнений в рамках цикла Академии смысла «Красная таблетка» называется «Смысл действий». Мы действительно должны научиться понимать, в чем действительный смысл наших действий, поступков, которые мы совершаем. В чем смысл того, что мы говорим другим людям. Если мы не осознаем этого целенаправленно, то мы можем осуществить массу всяких ошибочных действий. И поэтому одно из правил здорового эгоизма звучит следующим образом. Правило запроса или говорит то, что хочешь сказать. Но для того, чтобы понять, что ты хочешь сказать, для этого нужно заниматься рефлексией, нужно понимать, зачем мы что-то делаем, почему мы именно так выстраиваем отношения с другими людьми. И, возможно, тогда их можно скорректировать. Это будет очень полезно. Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном правиле здорового эгоизма, который позволит сделать вашу жизнь счастливой и других людей вокруг вас значительно более радостными. Это правило называется «Правило времени». Или «Не суетись, а исследуй». Дело в том, что наш мозг таким образом устроен, что он постоянно инвентаризирует свое прошлое и постоянно забегает вперед для того, чтобы построить прогнозы по поводу будущего. Эти прогнозы, из-за того, что наш мозг достаточно тревожное существо, редко бывают качественными. Это или тревоги, или какие-то завышенные ожидания. И вот задача состоит в том, чтобы не суетиться внутри собственного мозга, а заниматься тем, чтобы последовательно исследовать то, что сейчас является вашим ресурсом. Если вы сейчас осознаете, в чем состоит ваш ресурс, вы можете помочь и себе, и окружающим. Если вы этого не делаете, вы просто вводите в себя в невроз, чего бы, конечно, не хотелось. И эгоисту не должно быть свойственно. В книге «Быть эгоистом», как вы уже знаете, я рассказываю главные правила здорового эгоизма. И сегодня, может быть, последнее, самое важное. Правила решения. Или не рассчитывай, а предлагай. О чем идет речь? Дело в том, что мы постоянно ждем от других людей какой-то реакции на нас. Мы думаем, что они понимают, что с нами происходит, что они способны войти в наше положение. И, конечно, поскольку мы такие замечательные, они, конечно, должны о нас заботиться и делают для нас все, что нам бы того хотелось. Конечно, это иллюзия. Конечно, они нас не понимают. Мы их плохо понимаем. И наша задача состоит в том, чтобы не рассчитывать на то, что все будет происходить, как нам хочется, а конструктивно предлагать варианты развития событий. Чем более вы в этом смысле осмысленны и серьезны, чем больше вы предлагаете конкретных решений, тем больше возможности получить здоровый отклик от окружающих. Если вы его получите, вы сможете сделать большие дела вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!